В Алматы собрались на семинар поддержка декарбонизации транспорта в Казахстане. Отечественные и зарубежные специалисты в области газомоторного топлива. Целью мероприятия, проходящего под эгидой ЕЭК ООН, стала консолидация всех участников рынка для продвижения его в нашей стране. Что для этого нужно и какие барьеры стоят на пути, расскажет наш корреспондент. Парниковые газы – глобальный вопрос, требующий скорейшего решения. Перевод транспорта с бензина и дизеля на газомоторное топливо – один из самых действенных шагов в сохранении экологии нашей страны. Этот проект разработан и внедряется с 2014 года компанией «Казтрансгаз». Но чтобы действовать более масштабно, нужна господдержка. Последовательно за счет улучшения качества воздушного бассейна городов это приведет к улучшению качества жизни населения, его здоровья, снижается смертность населения. У нас это не принято говорить, а на самом деле смертность растет. Казахстан в числе 195 стран-участников Парижского соглашения обязался снизить уровень парниковых выбросов, губительно влияющих на мировой климат. Соответствующий госплан должен завершиться уже в следующем году. Но, как отмечают специалисты из компании «Казтрансгаз» и «Немдера», уже очевидно, что сроки необходимо продлить до 2030 года, а программу доработать, включив в нее частный бизнес. Правительство должно создать условия, чтобы это участвовали. Ну, к примеру, объявить конкурс, объявить, что поставка природного газа будет гарантирована. Выбрать, потом своим же капиталом участвовать. Помимо очевидной пользы для мировой экологии, у газомоторного топлива есть множество экономических преимуществ, включая цену на природный газ. По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 4,5 миллиона единиц автотранспорта. Если хотя бы 50% перейдут на газ, цель можно будет считать достигнутой.